итак друзья вот вечер закончили вот тут разбивать наш лагерь сегодня поливали ливни капитальные вот сейчас около 9 часов вечера собираемся выйти на озеро попробовать подорожить так сказать посмотрим что из этого выйдет выплыве подорожки собачки тут у нас в лодке спят прохладненько пока никто не клюет мы плывем пока минут 15 наверно посмотрим кого-то зацепили небольшого маленького черенок машина воблер этот перекрытиз может окунь на этот больше хорошая кто-то еще круто мы не знаем кто-то есть я посмотрим чтобы это может быть оперный театр этого надо еще покормить малюшки детский сад он так накололся вот ребята лена кого-то хорошего зацепила кажется посмотрим я помогаю так то она конечно идет тяжело так надо неудобно одному хорошо удобно когда второй кто-нибудь под садчиком работает на кто будет снимать вот такой хороший и так ребята проплавали мы где-то сколько часик наверное часик может чуть больше ну ничего вот лена одну щучку поймала на 725 грамм и этого маленького щуренка больше пока никто не клевал достаточно прохладно 12 градусов пол одиннадцатого 12 градусов на улице и так выглядит озеро но это лишь его небольшая часть она все такое изрезанное все в разных таких заводях очень интересное озеро на самом деле ладно посмотрим какой день будет завтра может попробую на кружке порыбачить сегодня мы так пробно вот вечером выехали попробовали ладно спокойной ночи до завтра доброе утро мои дорогие друзья стали сегодня в 9 часов попили чай вот такая погода стоит обещают в принципе весь день периодически небольшой дождь ветра хоть и не рисует но он есть ветерок такой достаточно неприятный я бы сказал но попробую сейчас поеду на спиннинг покидаю блесну может к обед чего-нибудь удастся поймать на обед как и в добрые старые прежние времена на обед у нас жареная рыба здесь окунь и щука давно щуку не ел в принципе вкусно соскучились хотя налим конечно гораздо лучше а так вкусно так что приятного аппетита нам собачки вот тоже кушать хотят видимо мы там им тоже сварили уже кормим их в основном гречку с тушенкой варим но так то вкусно конечно пусть не налим но даша у нас очень любит грызть рыбьи головы а вкусно там друзья сейчас покажу как мы принимаем душ так сказать все по-простому пару ведер воды воду греем как правило на примусе у ведро до кипения там минут за 40 можно довести ну нагреть еще быстрее да вот ковшик никакого специального приспособления обычный ковш им обливаемся и моемся заходим в кабинку нам мы леваемся как то так короче и ковшиком из ведра собственно обливаемся как то так общем расставил кружки сказал собачкам что сейчас поедем на лодке и вот они радуются очень любят ездить на лодке на лодке поедем конечно поедем так они играют так друзья выплыли мы на лодке собачки тут у нас радуются обнимаются а спиннинги может покидаем смысле подорожим сейчас кружки едем смотреть посмотрим как чего так ребята я на покажи кружок вот он перевернутый кружок буквально я 20 минут назад его поставил вот он разматывается где-то там должен быть по идее сейчас мы посмотрим так ребята что-то сдалека мы обратили внимание на кружок что он дурился но сейчас я подплыл он не перевернут я покажи но он уже два раза он клюнутый это явно резко сдернуто он она уходит пусты сейчас мы посмотрим кто у нас там живет кто то есть ух ты дурит как что-то дурит и хочет зачем ты хулиган еще даже можно так совесть ух ты маленькая большая очень не упусти не упусти большая два килограмма стабильная давай скорее два килограмма стабильная вот она и дурила то мы ее и видели я говорю дурит ну ничего себе вот это рыба нормально дружка точно есть ладно цыпляк надо как-то тогда рыбка попалась однако так ну ладно и так ребята приплыли мы больше ничего не клевало поздно сегодня кружки поставил сейчас мы взвесим нашу щучку щуренка ну что еще щуренок колбасень сейчас мы его подцебим ух ты чусь два килограмма 430 грамм почти два с половиной да то есть такая на пизме у нас была трехкилограммовая тогда это поменьше хороша два четыреста тридцать вот такая ну я думаю что нам такой щуки так сказать завтра на обед и на ужин хватит так что на завтра обедом и ужином и обеспечены ну а там посмотрим как оно будет ладно ребята спокойной ночи до завтра доброе утро мои дорогие друзья встали сегодня в 9 часов вот такая погода стоит нормальная в принципе пока дождя нет сейчас хочу с утра поехать половить живцов и поставить кружки в обед наверное сделаем котлеты из нашей щуки я ее разделал на филе голову позвоночник кожу выбросил филе там и не так уж и много получается вот ну ладно посмотрим какой день будет сегодня итак итак отправляюсь ловить живцов заставлять кружки такая пока неплохая погода ну посмотрим 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 пока ловил живцов поднялся ветер уже волнишка очень печально просто кружки сейчас понесет как бы ну сейчас расставлю их их будет нести в общем посмотрим что из этого выйдет вот едем фарш филе щуки без кожи без позвоночника чистое филе вот на обед будут щучьи котлеты у нас впрочем они же и на ужин хорошо хорошо да а многие побывали тут гостей стоят целый день он занят лёжа на диване в кухне он опять сломался кран ну сломался краник залетел комарик дёргает весь день по пустякам только в ней работать спать да кашу лопать в доме нет мужчины без обид замолчит нескоро наш источник спора пошумит а ночка примирит с добрым утром дорогая с добрым утром дорогой ты хорошая такая а ты просто целый обед ищучий котлет красивые котлеты получились в этот раз обалденные как они выглядят честное слово вкусно не вру у нас тут целый тазик так что приглашаем всех к нашему столу давно котлет не ели последние котлеты мы делали из налима на пиа озере перед ними языку ней да по моему щуки щуки на пизме наверно делали давненько в июне а очень вкусно напоминаю о своем блюде которое я придумал пару лет назад это рыббургеры берется хлеб майонез то что есть под рукой в данном случае лук очень туда хорошо идет огурчики помидорчики что-то сосок или она порезала лукцы котлеты рыбные вторым хлебом накрывается это дело и поедается очень вкусно честное слово ладно приятного нам аппетита продолжим потом итак друзья вот мы видим кружок перевернутый интересно сейчас посмотрим так друзья на кружке сегодня пока ничего у меня не попалось ветер постоянно мы вот ушли в другую часть озера подорожить попробовать озеро оно большое оно вот просто состоит как бы из нескольких частей кружки мы ставим напротив нас это часть влево от нашего лагеря есть еще там правосторонняя часть тоже там может быть сегодня походим еще не нашел я два кружка может их кто-нибудь утащил заодно посмотрим в этих частях а может просто не найти их из болты собачки с нами в лодке они так любят в лодке плавать радуются так всегда а в лодке что они делают спят ладно посмотрим что нам этот выезд принесет или нет на том кружке никого не было плюнутый да объела живца и ушла ладно смотрим другие а это другая часть озера здесь очень изрезана береговая линия она вот так идет всяко видяет короче пошли мы здесь подорожить но пока безуспешно к сожалению пробуем дальше вам друзья я лена окуня поймала маленького так пока ничего вот такое озеро она очень не маленькая скажем так очень изрезана береговая линия озеро лечушкой соединяется с рекой чирка кеми и поэтому рыбы должно быть море и так далее но пока не края вот друзья ветром прибило кружки сюда но один перевернутый сейчас мы посмотрим один перевернутый может же вес конечно перевернул может ветром вес к воде не размотан никуда не уходит наверное да ветром да не размотана а живца нету значит это что такое крючка нету ушла да ушла вместе с крючком блин она большая была и так друзья продолжаем троллинговать или по простому дорожить но пока ничего на кружке тоже ничего ветер целый день какой-то вот сейчас девять часов вечера стал немного притихать надеемся может быть на вечерней зорьке кто-то возьмет завтра обещает капитальную непогоду ветер до 20 метров в секунду порывы разумеется может быть она перед непогодой клюет ой не клюет в общем непонятно ну пробуем пока пробуем вот вернулись с рыбалки пол одиннадцатого вечера ничего к сожалению не поймали какой-то ветерок не стихает ну и видимо перед непогодой что ли она не хочет клевать абсолютно ни на что ни на спиннинг не ловится ни на кружки видимо перед непогодой завтра обещают ночью короче сегодня сильный дождь а завтра весь день сильный ветер поэтому порыбачить я думаю не удастся значит просто будем так что-нибудь отдыхать ну ладно спокойной ночи до свидания